Рисотяги, доброго времени суток, как вы просили в прошлом обзоре модов, сегодня я покажу вам косметические модификации, которые способны местами подправить графику в игре RimWorld. И ещё расскажу, что меняется именно графика, а не геймплей. И, окей, чтобы вы сейчас не писали, как ужасен с ними рис, то давайте начистоту. Если вам не нравится мод, это ваше дело. Я в любом случае их просто покажу. Так что, давайте без негатива в чате, договорились? Ну, вот и славно. Тогда давайте начинать. Первым модом будет World Map Beautification Project. Это очень крутой мод, а что самое главное, он новый. И также, как вы поняли, он меняет внешний вид карты. С одной стороны, это очень круто выглядит, а с другой стороны, теперь мы будем видеть, какой лес где растёт. Ну и сейчас под него уже клепают DLC, которые работают с другими модами на биомы. Данный мод выглядит довольно интересно. Я, в принципе, буду про все моды говорить, что они очень красивые, а про те, которые некрасивые, не буду так говорить. Поэтому, знаете, обозревать моды на графику, это тот ещё момент, как бы. Поэтому мне в целом мод нравится, местами он даже полезный, и поэтому добавить некоторую эстетику в вашей карте он вполне способен. Вопрос на засыпку. Вы видели модельки животных из игры? Они же все мыльные. Вроде бы как уже привык, но, знаете, потом выпустили это большое обновление, где перетянули животных из модов. И там всё такое красивое, а в стандартном рисе, как всё было мыльное, так в принципе и осталось. Поэтому у меня некий разрыв шаблона происходит. Порой. И... модов хочется. Как вариант, добавьте HC Animal Reskin Complete. Сам мод является некоторым сборником из более маленьких модификаций на текстуры. Так что вы можете как поставить его полностью, так и отдельными частями. Мне этот мод приглянулся своими текстурками, и чего, собственно, только стоит величественная трумба. Или, если посмотреть на жуков, то вообще забей. Я их и так ненавижу, а тут ещё у них и моделька супер страшная. Как вы же поняли, мод заменяет текстурками некоторые виды живности. Это как и механоиды, жуки, животные, ну и, знаете, всё в таком духе. Кроме колонистов. Так, живность поменяли. Ну а теперь давайте сменим и оружие до кучи. Мод называется Weaponry Skin Pack. Опять же, просто взгляните на текстуры ванили и на те, которые добавляет мод. Разница очевидная. Хотя многим, конечно, может быть это непривычно. Но по моему опыту нужно просто поиграть с недельку, и тогда всё будет понятным. И приятным. Я вот, например, путал грены вроде как. Думал, что кидаю Эмми, а это осколочная была. Эм, так и живём. Огнестрел заменен, а вот с луками и оружием ближнего боя беда. На самом деле попробуйте поставить мод ванилами ли Ретекстур. Он не самый бэлдежный, по моему мнению, но лучше чем ничего. А в придачу к нему можете установить также ванилы Рейнджет Ретекстур, а не как бы от одного автора. И как я уже говорил, моды дело вкуса, так что может вам приглянется и такой вариант рисовки. Кому-то, возможно, зайдёт более лайтовый вариант про текстуру игры, ибо предыдущие моды значительно меняют даже стиль рисовки риса. Поэтому ванилы и Royalty Textures Expanded к вашим услугам. По скринам, конечно, не совсем понятно, как эти моды сильно влияют на графику игры. Для этого нам стоит просто спуститься в описание. За что я люблю моды от ванилы Expanded, так это за их красочное описание. Вы просто взгляните на эти гифки, которые даже без установки наглядно покажут, как мод способен изменить игру. Самое приятное это улучшенная немыльная графика. Добавление иконок возле проектов, изменение оружия, предметов и мебели. Если честно, то данный мод вбирает в себя некоторые из тех, которые я обозреваю прямо сейчас в этом видео. Так что если он вам понравился, то другие моды ставить вам и не придется. Рано или поздно все-таки наступит момент, когда ванилы Expanded просто переделает игру с нуля, и это будет считаться совершенно иным геймплеем. Хочется от них больше чего-то лорного, конечно. По типу подводных людей и их цивилизаций. Но я чего-то немножко ушел от темы. Конечно же, Тайна потом сделает нам подводное DLC. Давайте из немногого перейдем во многое. Я думаю, вы все видели графику, которая предлагает сборка Hardcore SK. Это, разумеется, переворачивает с ног на голову весь Рисворлд. И знаете что? Есть пара модов с примерно таким же эффектом. Честно скажу, что мне они сломали мозг. Так что для себя ставьте на свой страх и риск. HD-Texture Pack. Меняю текстурки Тирейна. То есть покрытие карты. Делаю ее более реалистичной, что ли. Ну и HD-качество тоже налицо. Но, опять же скажу. Если вы привыкли играть в ванилу, то это будет для вас слишком необычно. Ну потому что, ну, вы просто посмотрите. Ну, это же, ну это прям... Ну вот, вот есть ваниль, вот она. А вот, а вот есть вот это. И ты вот заходишь буквально, у тебя сразу первое просто ощущение. Что это просто как... Но выглядит в целом. Оно, то есть, ну, как бы... Оно неплохое, но и как бы... И хорошим это сложно назвать, понимаете? То есть, сложное такое ощущение. Второй мод это ЛТО Тирейн Эверхаул. Он лучше, нежели чем первый. Так как, во-первых, он весит гораздо больше. Около 220 мегабайт. По сравнению с 16 первыми. Ну и сами текстурки смотрятся в нем более гармонично. Причем замена текстур идет не только на покрытие. Меняются и карты, и некоторые предметы. Поэтому назвать его плохим, ну, как и с первым, в принципе, тоже не получится. При всем желании. Мод действительно классный, но я считаю, что ему просто нужна своя аудитория. Потому что данные текстуры могут заинтересовать не каждого. Это реально очень серьезное дело вкуса, поэтому... Поэтому вот. Ну и третий мод Better Ground Textures. Третий раз уже пытаюсь выговорить. Этот мод тоже меняет Тирейн, но он делает это наиболее лайтово. Добавляет детали уже в имеющуюся карту. Поэтому он аккуратно подстраивается под восприятие и не мешает играть. То есть у вас есть ваниль Римворлд, а он просто добавляет некоторые элементы. Я даже на самом деле, когда первый раз его смотрел по скринам, разницы особо не заметил. Но сама картинка была приятной. Поэтому из трех модов на покрытие для разминки могу посоветовать именно этот. А вот теперь давайте перейдем из большего в совсем маленькое. Архитект Айкенс. Добавляет иконки в проекты при строительстве. Это никак не мешает игре и добавляет некой эстетики. Ну и, наверное, для тех, кто не шарит за игру, позволит лучше начать ориентироваться в выборе построек. Все же посмотреть на картинку можно гораздо быстрее, нежели чем прочитать текст. Собственно, проекты. У вас есть какой-то выбор, а слева будет картинка. Breads and Mainz Button Icons for Vanilla Textures Expanded. Как я уже сказал, текст читать долго. А вот иконки выглядят минималистично и приятно глазу. Так что лучше всего будет заменить ими нижнюю панельку в игре. Вместо текста у вас будут иконки. На самом деле мод хороший, но довольно странный, поскольку меняет он только лишь модовые панельки. Сами модовые панельки у него есть в описании. Ну а обычную, нижнюю панельку, можно заменить через Vanilla Expanded. Bionic Icons. Заменяет обычные иконки протезов на свои. Более красивые и, что самое главное, понятные. Теперь вы видите, какой протез по его текстуре, не нажимая на него. И, что очень приятно, мод также поддерживает и другие модификации, направленные на добавление протезов. Так что я с этим модом бегу уже давно и не представляю, как выглядят протезы без него. Ну и последний из маленьких модов. Better Vanilla Masking. Добавляет больше элементов в уже имеющиеся верстаки. Из описания мода также забавный факт. Данные элементы уже были созданы, но, к сожалению, их никак не выделяли. Ну, а автор просто взял уже имеющуюся маску и выделил её. Так что всё довольно просто и красиво. Вроде как уже разобрали почти все направления. Ну а теперь нам нужны моды на преображение колонистов. Первым из них будет Facial Staff. О нём уже говорил в предыдущем обзоре модов. Но опять же повторюсь, вы очень часто спрашиваете о нём. Так что он, наверное, является самым выделяющимся из всех модов по графике на колонистов. Он добавляет им лицевую анимацию, а также руки и ноги. Мод имеет довольно тонкую настройку. Так что, например, ноги, которые многим не нравятся, можно в дальнейшем будет просто убрать. Убрать добавленные рты. Или, например, заставить снимать одежду в помещении. Так что подстраивайте его под себя как хотите. Можете большинство функций в принципе вырубить, и вы даже не заметите, что у вас стоит какой-то сторонний мод на колонистов. Небольшой мод, который просто повышает качество колонистов. Ведь, как я уже говорил, сам Рисворл давно уже нуждается в преображении по текстуркам. Так что огромное спасибо всем, кто делает HD-моды на игру. Просто мыльный колонист, а мод сделает его немыльным, если вкратце. Ну и последний, Facial Animation VIP. Ну, и разумеется, я не могу пропустить из виду анимешные моды. Все ведь так хотят новую аниме-сборку. Поэтому тут стоит просто посмотреть в эти огромные, добрые глаза колонистов. И все сразу станет понятно без лишних слов. Ну, просто гляньте. Ну не чудо ли это, а? От колонистов перейдем к их показателям. Мод Римхат. Кому-то он нравится. Я же считаю, что там слишком много цифр. И глаза начинают разбегаться. Это дело привычки, конечно же. Но если не взирать на эти факты, то мод очень полезный. Ведь он добавляет огромное количество информации о колонистах. Из-за этого отпадает необходимость в открытии различных других панелей. Там и статы, там и настроения, там и нужды, там все, что нужно просто есть. Поэтому, если не хотите лишний раз куда-то заглядывать, то мод вам очень поможет. Ну и давайте пару бонусов на конец ролика. График сеттингс. Фикс юр текстурс. И хайд квалити текстурс. Как вы, наверное, не знаете, в рисворлде на текстуры из модов накидывается сжатие. Из-за этого они не могут полноценно передаваться к нам на экраны. Ну, а эти два мода, в той или иной степени, это сжатие убирают. Передавая текстуры в лучшем из возможных видов. Хайд квалити текстурс. Простой в использовании. Так что, тем, кто не хочет напрягаться, посоветую его. Он и весит меньше, и картинку должен делать поприятней. Ну, а график сеттингс. Афикс юр текстурс. Больше по размеру мода. И, как я понял, единственное различие между этими двумя модификациями в том, что один может подстраиваться под пк владельца, а другой нет. Вот и весь секрет. Поэтому советую попробовать и первый, и второй. И после этого решить, какой для вас будет лучше. Мне лично понравился более график сеттингс. Ну, как-то получше мне зашел. Ну, а на этом у меня все. Опять же скажу, что мода это дело вкуса. Кто-то захочет полностью поменять рис, ну, а кому-то просто захочется добавить себе минималистичные иконки. И лично я тоже возьму несколько модов отсюда. И, наверное, попробую научиться играть с римхадом. У меня же колонисты это типа люди из чата, так что... Думаю, будет неплохо держать всю информацию на виду перед вами. Ну, а вам какие моды зашли? Может, хотите, чтобы какие-то моды я добавил и к себе? Пишите об этом всем в комментариях. Ну, а с вами, как и всегда, был Крикерос. Огромное спасибо за просмотр. Пишите ваше мнение в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. До скорого.